Очень часто у меня не хватает оптимизма и вдохновения, но при этом стараюсь все делать лучшим образом и качественно. Вот как раз людей, которых не хватает оптимизма и вдохновения, всегда стараются все делать очень внимательно и качественно. Мы сейчас переезжаем, и у меня жена собирает сумки, потому что я уехал, и мы кое-что недособрали. И для нее это большая каторга. Почему? Потому что ей надо каждую вещь положить очень правильно. Вот несколько сумок, у нас собираются несколько сумок. Я собрал все, что можно было собрать за полчаса. Все наполнилось. И она сначала так расстроилась, плакать села, а потом подошла, смотрит, все уже собрано. И она попыталась там все поменять, переставить, как-то переложить, как надо. Ну и смотрит, все более-менее нормально лежит. Просто быстро все это было сделано. И она говорит, вот спасибо тебе, ты мне помог. И одна сумка осталась не собранная, я уехал. И сейчас она потеет там, эту сумку собирает, собирает. Это для нее каторга. Почему? Потому что когда человек делает все очень скрупулезно, это не приносит сильно большого счастья, понимаете? Это очень большая аскеза. Когда человек делает все быстро, это более такой счастливый процесс, чем когда человек вот очень скрупулезный. Ну представьте, я сейчас одну тему буду вам объяснять в течение двух часов. И буду думать, забыл я что-нибудь или нет сказать. Вы же умрете на этой лекции. Вы не сможете ее слушать. Почему? Потому что вот эта скрупулезность, это большая аскеза. Она вызывает напряжение психическое и у человека, и у других. Поэтому вам надо учиться делать не слишком скрупулезно, но не слишком. Если вы будете делать так, будете как бы более легкую, в легкую форму превратите это действие, тогда радости и вдохновения будет больше, чем если вы будете делать лучшим образом и качественно. Понимаете? Это может быть перебором. Последние годы работал в сфере общественных отношений. Работа интересная, но большой любви не испытывал. Работал по 12 часов 7 дней в неделю. Почти все время проводил на работе. В конечном счете, в итоге, уже год без постоянного заработка. Работаю с отдельными проектами. Ну, это понятно, у вас такая страна, в стране ситуация, что все сейчас без постоянного заработка. Это нормально. Сейчас я в двойной ситуации. Есть время для чтения книг, осознания новых знаний, но в то же время испытываю недостаток в деньгах. Это придает депрессивный настрой. Хотя стараюсь думать позитивно, сколько могу. Хороший вопрос. Смотрите, дело все заключается в том, что работа вообще не дает никакого позитивного настроя. Работа — это аскеза, предназначенная для того, чтобы выжить. Понимаете, позитивный настрой работа дает только у животных. Когда, допустим, зайчик грызет кору, дерево, это для него работа. И это дает ему очень позитивный настрой, потому что он животное. Понимаете? Но у человека работа только некоторое время может давать позитивный настрой. А потом он к ней привыкает. И это для него аскеза, потому что без работы невозможно жить. Потому что невозможно жить без денег, без продуктов питания и так далее. Поэтому мы работаем для того, чтобы жить. Люди говорят, в чем мое предназначение? И имеют в виду работу. Но на самом деле это просто глупость так думать. Потому что работа — это не предназначение, это способ жизни. И все. Способ жизни не является предназначением. Допустим, на какой кровати мне спать? Вопрос. В чем заключается мое предназначение? На какой кровати мне спать? Я говорю, вам спать надо на такой-то кровати, вы будете от этого чувствовать здоровье. Но это не является вашим предназначением. Нет никакой разницы, что спать, что работать. С точки зрения предназначения. Потому что и то, и другое просто удовлетворяет наши животные потребности. Работа предназначена для того, чтобы человек кушал, для того, чтобы он содержал семью, для того, чтобы он нормально спал и для того, чтобы он был защищен в жизни. Вот для чего предназначена работа. Теперь, что касается вдохновения. Поймите, что вдохновение идет не от самой работы, а от того, как к ней человек относится. Если человек от работы ждет денег, вдохновения не будет. Надо научиться работать так, чтобы во время работы испытывать другие чувства. Надо во время работы пытаться сделать всем приятно, желать всем счастья, делать всё для других. То есть стараться во время работы отключиться от этого животного инстинкта самосохранения. Надо во время работы настроиться бескорыстно. Чем больше бескорыстнее будет в работе, тем больше будет радости в работе. Понимаете, в этом заключается идея. Однако же, вот в этом письме есть один очень важный смысл, который я хочу вам сейчас объяснить. У разных людей способность радовать других, она имеет разную силу. И в зависимости от этого люди бывают или счастливые, или несчастные. Вот смотрите, допустим, возьмем вот такую вот шкалу, поставим вот такую шкалу. Вот допустим, посередине мы поставим точку, и вот эта вот часть шкалы означает желание быть счастливым, а же эта часть шкалы означает желание дарить счастье другим. Вот смотрите, желание дарить счастье другим, только оно приносит счастье. Желание быть счастливым, хоть оно и кажется, что оно приносит счастье, на самом деле оно счастье забирает у человека. Оно не даёт ему счастья. Вот этого человека, который написал письмо, у него желание быть счастливым огромно. Желание дарить счастье вот такое, маленькое, а желание быть счастливым огромно. В результате того, что это желание быть счастливым огромно, это по судьбе ему дано. У него так устроена психика. Поэтому ему надо очень большие усилия прилагать для того, чтобы быть счастливым. Но этот человек не знает, в каком направлении усилия прилагать. Потому что если он вот столечко делает пользу другим, то у него вот столечко уменьшается это желание быть счастливым. И у него получается посередине, то есть он помогает другим, просто успокаивается, он не становится еще счастливым. Он просто нейтрализует свою болезнь, вот это вот сильное желание быть счастливым. Именно эта болезнь рушит все сферы счастья человека. Допустим, девушка выходит замуж, и у нее сильное желание быть счастливой по-женски, очень сильное. И очень мало способностей давать другому счастье. Как себя эта девушка будет вести? Как вы думаете? Она будет постоянно ныть, что ты не смотришь на меня правильно, что ты не разговариваешь со мной хорошо, что ты не чуткий, не заботливый, не внимательный, ты не понимаешь, что такое любовь, не любишь меня, не общаешься со мной близко, ведешь себя по отношению ко мне по-свински. То есть она постоянно будет ныть. И когда она будет ныть, она последнюю любовь в нем отшибет. В результате он летящей походкой уйдет от нее. И она вообще останется одна в результате. Почему она осталась одна? Потому что она съела его любовь. У нее была любовь к ней, пока армия ей положен был близкий человек. Но она эту любовь съела своим желанием быть любимой. Понимаете, с другой стороны, человек может, культивируя в себе, а это аскеза, культивировать в себе желание давать любовь, дарить любовь, это аскеза. И эта аскеза, она сразу не приносит никакого результата. Потому что ты, допустим, постирала белье близкому человеку, он обрадовался. Но его радость, она просто тебя успокоила, она принесла счастья. Потому что твое желание быть любимой настолько сильное, что ты что-то сделала приятное. И результат от этого действия, он твою психику не возродил, не сделал тебя полностью счастливой. Потому что надо сначала выровнять по силе. Вот если у тебя по силе желание давать людям счастье будет такое же, как желание быть любимым, одинаковое, если будет, то у тебя вот эта сила перекроет полностью твое желание быть счастливой. И тогда ответная реакция близкого человека вызовет чуть-чуть ощущение счастья. Будет небольшое перекрытие. Энергии счастья в психике станет чуть-чуть больше, чем, допустим, нужно просто для спокойной, здоровой жизни. Потому что в этом случае, когда мало ты делаешь, энергия счастья идет, просто перекрывает твои болезни. Потому что сильное желание быть любимым или счастливым, оно создает такой напряг в организме, что это вызывает многочисленные болезни. И когда человек хоть немножко добрых дел делает, это перекрывает его болезни, и он, по крайней мере, остается здоровым, не болеет. Потому что само по себе, если женщина сильно хочет быть любимой, и она остается одна, ей некому делать пользу в этом случае. Она начинает болеть гормональными расстройствами немедленно. Она чувствует себя очень плохо, очень больной. У нее депрессия развивается, и плохо жить. Почему? Потому что она не может никому сделать ничего хорошего, и у нее скапливается вот это желание быть любимой до безобразия. Но проблема заключается в том, что люди не имеют знания, что с этим желанием делать. Надо идти, женщине любой, идти и служить всем подряд, как женщины. Кормить нищих, заботиться о детях, заботиться о соседях, заботиться о всех подряд, чтобы победить в себе вот это вот жуткое совершенно проявление человеческой психики, желание быть счастливым. Это желание гробит всю нашу жизнь. Оно уничтожает все счастье, которое только есть у человека. Точно так же, как огонь может давать тепло, и огонь же может все спалить, точно так же и желание быть счастливым. Оно или горит в одну сторону и разрушает все, или горит в другую, и делает весь мир теплее. Поэтому будьте очень осторожны. И вот как раз в этой записке описывается эта ситуация внутренняя. Надо понять, что человек должен работать столько, сколько необходимо для жизни. И нет тут никакого рассуждения о том, нравится мне работа или нет. Это вообще не для нравиться. Понимаете, это совершенно безумие так думать, потому что когда человек идет в туалет, ему хочется какать, он не думает, нравится ему какать или нет. Некоторые дети, они не какают и потом откладывают в штаны, когда терпеть больше не могут. И когда психологи разобрались с этим вопросом, оказалось, что эти дети не какают просто по той причине, что им не нравится какать. Они терпят до последнего, потому что им не нравится сидеть на горшке. И для родителей важным моментом их как бы судьбы является организовать так, как они, чтобы ребенку понравилось. И тогда в штаны он валить не будет, понимаете? Но мы же не дети, мы взрослые люди. Если мне не нравится работать, а никому нравится работать вообще? Никому не нравится. То это значит, что я останусь без штанов. Ладно, без штанов еще можно как-то жить, но без еды не проживешь. Поэтому если еда заканчивается, надо все-таки идти работать, нравятся тебе или нет. Какая разница? Некоторым женщинам не нравится рожать. Но детей иметь надо, поэтому лежи и кряхти. Что делать? Надо, чтобы ребенок был. Деваться некуда. Так надо понять эту идею. Рожать не по моей природе. Но детей я хочу. Как мне быть? Не знаю, как быть. Возьми ребенка на воспитание. Нет, я хочу своих. Тогда придется рожать. Понимаете? Я не хочу работать на работе, но я хочу кушать. Неразрешимое противоречие. Утром стараюсь встать до шести, но чувствую тяжеловатость. И к полудню очень хочется спать. Трудно повторять. Я желаю всем счастья. Не могу долго сконцентрироваться. И вдохновение слабое. Правда, есть пара мантры, на которых могу сконцентрировать внимание в течение трех-четырех кругов. Каждое утро читаю мантры в 15-30 минут, но часто невольно всплывает вопрос. Какой смысл от этого? Три года я не ем мясо, не курю, не употребляю алкоголь, занимаюсь йогой. Но все равно моя сущность к миру и людям осталась пессимистична. Хороший вопрос. На самом деле надо продолжать. Я, когда начал заниматься духовной практикой, где-то 10 лет я повторял молитву, совершенно не чувствуя никакого счастья от нее. Я чувствовал, что моя жизнь меняется, видел, что все меняется вокруг меня. Но счастья от молитвы самой не было. Но потом произошел какой-то перелом, и счастье от молитвы пошло возрастать. То есть, понимаете, здесь то же самое, человеку нужно просто подождать, потому что вот это желание быть счастливым, оно в этой записке очень сильно сквозит. Вы видите, да? Человек очень хочет быть счастливым. И он говорит, ну как, ну когда, ну где? И вот это желание быть счастливым мешает быть счастливым. Когда человек начнет жить для других, он как будет писать записку? Олег Геннадьевич, вы знаете, я раньше как бы хотел счастья для себя, а теперь я понял, что надо быть счастливым для других. Я делаю для других что-то и чувствую, что неправильно делаю, что им надо больше сделать. Ну как мне вот это вот, как мне вот учиться жертвовать, как мне учиться кормить людей, как мне делать то получше? Объясните мне, пожалуйста. У него пошел как бы вот в этом направлении крен. Он хочет другим помогать, а не думать о себе. Но это письмо пропитано чем? Человек говорит, как мне от этого всего стать еще счастливее? Ну то есть это означает, что человек все равно имеет больше желания быть счастливым, чем желание служить другим. Это значит, что его служение и Богу, и другим пока еще не имеет такой силы, чтобы быть счастливым. Потому что он все равно продолжает думать о своем счастье при этом. Несмотря на то, что смотрите, сколько человек делает. И молитвы читает, и мясо не ест, и рано встает, и повторяет, я желаю всем счастья. И столько всего, может быть, что-то не написал еще. Не курю, не употребляю алкоголь, а все нормально. То есть идет процесс позитивный. Но если взять и посмотреть все, что здесь написано, то ни одного действия не направлено на других, кроме «я желаю всем счастья». Понимаете, о чем я говорю? Человек может быть счастливым, действуя для других. Когда человек читает молитву, ему очень трудно понять, что эта молитва принадлежит Богу. Это для него он в это время живет, а не для себя. Потому что сначала у человека молитва нуждающего. Он пскулит и просит у Бога «дай мне то, дай мне все». Понимаете, он как бы не думает, что это для Бога вообще молитва. Ведь Бог и так нам все дает, когда нам положено. Он не может дать, когда не положено, понимаете? Потому что нам от этого же и хуже будет. Если нам, допустим, дать то, что нам не положено, что произойдет с нами? Мы оборзеем немедленно. Немедленно психика испортится у человека. Если человеку дать немножко больше денег, чем ему положено, немедленно психика испортится. Немедленно восприятие мира испортится. Поэтому Бог не дает больше, чем положено. Он хочет, чтобы мы развивались, а не портились. Понимаете? Поэтому ответ такой. Надо увеличивать свое желание служить другим, и количество счастья внутри будет тоже увеличиться. Вот на эту записку я ответил полностью. В этих вопросах не надо писать, как вас зовут, когда вы родились. Я все равно это мне не нужно. Я по существу отвечаю. Четыре года назад я развелась. Уже написано неправильно. Вообще такого слова я развелась нет. Потому что есть только два варианта. Или я бросила мужа, или он меня бросил. Или он меня бросил, а потом я его бросил. Тоже. Или я изменил, а он меня бросил. Ну то есть есть разные варианты. Понимаете, от разных этих вариантов по-разному зависит судьба. Однако же я заметил, что когда человек пишет, я развелась, это значит, что я бросила. Потому что когда человека бросают, он пишет по-другому. Он говорит, четыре года назад от меня ушел муж, если она к нему хорошо относится. Если плохо относится, она говорит, четыре года назад меня бросил муж, если плохо относится. Но здесь написано, я развелась. Это означает, скорее всего, что она бросила. Потому что когда человек бросает близкого человека, он даже не читает, что он бросил кого-то. Обычно он считает, что мы разошлись. Вот так он считает. Потому что так считать, что я бросил, это очень сильное решение на самом деле. Это означает, что голос совести уже включился. Обычно, когда человек бросает кого-то, у него голос совести полностью выключается из жизни. И в результате этого выключения что происходит? Запускается злая судьба. Злая судьба может запуститься и функционировать в человеке только в том случае, если интуиция не работает. Как сделать так, чтобы интуиция не работала? Человек бросает другого человека. Судьба в первую очередь что делает? Отключает у него голос совести. Как голос совести работает? Очень просто. Голос совести говорит, ты совершил подлый поступок. И человек думает, как же я тогда с таким сознанием в сердце, с подлым поступком, с этим опять буду создавать новую семью и жить. И поэтому начинает раскаиваться или пытаться вернуться назад. Но что-то делает, чтобы избавиться от этого подлого поступка. Значит, голос совести не выключился. Но когда голос совести выключается, человек говорит, мы расстались. Находит себе другого и всё. И он счастлив, между прочим. Он не чувствует никакой боли, угрызения совести. Ему хорошо жить. Он привязывается к другому человеку, начинает жить с ним. Всё хорошо. Он не понимает, что судьба его заманивает в ловушку. Потому что если человек бросил жестоко другого, значит, у него сначала будет очень сильная любовь, чтобы привязать его к этому человеку. А потом, хрязь, тот его бросит. Точно так же, легко. Летящей походкой он бросит его. И тот, кого бросили, будет сильно страдать. И во время этого страдания осознает, что он сам неправ, что сам бросил другого человека, и надо раскаиваться, прежде чем что-то делать, создавать новую жизнь нам и так далее. Понимаете систему? То есть само слово «я развелась» указывает на то, что карма запустилась нехорошая, скорее всего. «Одна воспитываю дочку, ей пять лет живу, я вместе с родителями. Личную жизнь никак не получается устроить. Был молодой человек, но мы расстались из-за того, что он жил за мой счёт. Опять мы расстались, наверное, опять бросила. Не мог сам принять никакого решения, ничего не делал для того, чтобы наши отношения развивались. В итоге получилось то, что на протяжении двух лет мы встречались раз в неделю, и это его устраивало. Я говорила, что я не хочу больше так, что я хочу семью, но мои подобные высказания просто игнорировались, поэтому мы разошлись». Нет, что значит «мы разошлись»? Поэтому я его бросила тоже. Вот так надо писать правильно. Я исправляю ошибки в правописании. Но если человек бросает кого-то, как он будет счастлив? Понимаете, у судьбы есть несколько вариантов сделать человека несчастным. Я сейчас объясню эти варианты. Первый вариант. Самый плохой. Когда человек бросает другого человека, ему Бог в этом самом плохом варианте даёт очень большую любовь. Это самый мерзкий и плохой вариант. Потому что в этом варианте человек неминуемо очень сильно пострадает. Второй вариант. Если Бог любит человека, он и вообще никому никого не даёт. Ты говоришь, бросила? Бросила? Мучайся. Отработай эту плохую карму в мучениях, потом получишь себе человека. Она говорит, не хочу мучиться, хочу быть счастливой. Хорошо, получи себе мужика, который с тобой жить не будет. Получила. Бросила и этого мужика. Опять хочу быть счастливой. Но ты уже двоих бросила, госпожа. Теперь дальше опять будет развиваться карма, значит, понимаете, какая судьба же, это не мякишка, это серьёзная штука. Сейчас я хочу найти, я хочу найти порядочного, самодостаточного молодого человека с хорошим чувством юмора, ответственного, который бы любил, уважал меня и мою дочку, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, тёщу мамой называл, был к спиртному равнодушен и в беседе был нескушен. Это понятно уже, в песне всё написано, что женщина хочет от мужчины. Проблема только заключается в том, что я хочу здесь не работает. Понимаете? Потому что я хочу работает, когда человек перестал быть наказанным. Допустим, вам подносит, Бог, допустим, подношение какое-то, говорит, вот тебе подарок от меня, сын мой. И в это время можете сказать, я хочу в этом подарке взять то, взять всё. Никто так не говорит. Все берут всё сразу. А потом разберёмся, чего я хочу из этого. Когда человек говорит, я хочу, это значит, что он не понимает, что происходит. потому что, смотрите, если Бог дал квартиру, никто в это время не говорит, я хочу квартиру. Спокойно берёт, у меня квартира пришла. Он спокойно берёт, как бы всё нормально, у него чувства работают, спокойно приходит квартира в жизнь. Человек спокойно себя ведёт. Он не говорит, я хочу квартиру, ура. Он просто въезжает в квартиру, берёт ключи, там открывает. Хотелось бы, конечно, четыре комнаты, дали всего три. Ну, то есть, ему уже дали квартиру, дареному коню в зубы не смотрит. Но он всё равно хочет больше. Почему? Потому что природа человека всегда делает свою судьбу несчастной. Такова наша природа. Потому что, как быть счастливым от того, что дал Бог? Надо этому обрадоваться. Но мы не можем, потому что уже хочется больше. Понимаете? Что значит хочется больше? Это значит, что ты будешь несчастным. Потому что, как быть счастливым? Надо обрадоваться тому, что дал Бог. Но обрадоваться можно, если ты будешь смиренным. Если человек развивает все смирения, чуть-чуть Бог только дал, и он такой счастливый, да я вообще этого не достоин. Он очень радостен от этого. Ему очень радостно видеть, что Бог даёт, и он вообще не ожидал даже. Ему счастливо стало. Но для этого надо культивировать себе эту силу, нежелание что-то требовать для себя, что-то просить. Это же сила так жить. Бог тогда сам хочет дать. Бог — это Личность. Он всегда любит справедливость и благородство. Если мы постоянно просим, хочу этого, хочу того, он видит, что человек не достоин, ещё и просит. Вообще кошмар. Естественно, ничего хорошего не будет от такой жизни. Человек не достоин и ещё просит. Ещё не просто просит, а говорит, чего он хочет. Человек сидит в тюрьме. Ему сидеть ещё пять лет. Заходит надзиратель. И тюремщик рассказывает. «Ты знаешь, я хочу на свободу, чтобы у меня там была машина, квартира». Надзирателю говорит. Надзиратель смотрит, «Ты что, дурак? Тебе ещё пять лет сидеть. О чём ты думаешь вообще? Понимаете? Я хочу, чтобы у меня было то, 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 то». Я уже рассказывал вам эту историю про судьбу. Мужик нашёл бутылку с Джином. Потёр, Джин вылез. Он смотрит на него. И Джин говорит, «Заказывай желание». И мужик такой обалдел, говорит, «Я хочу, чтобы у меня всё было». Джин говорит, «У тебя всё было». Понимаете, приходит то, что положено по судьбе. Хоть есть Джин, хоть нет Джина, не имеет значения. Поэтому вот это вот как-то не очень правильно говорить, какого мужа ты хочешь, когда ты побросала двух уже. но как только меня приглашают на какое-то свидание, тут же заболевает мама, либо она просто плохо себя начинает чувствовать. Свидание отменяется. Я остаюсь дома с ребёнком. В итоге я перестаю понимать, что надо от меня моим родителям. Ничего не надо. Они просто воплощают твою судьбу и всё. От тебя только Богу что-то надо. Вроде они хотят, чтобы я устроила свою личную жизнь, вышла удачно замуж, но при этом у меня никак не получается пойти на свидание. Так родители просто понимаете, все близкие люди это марионетки в руках судьбы. Вы знаете об этом или нет? Они просто автоматы, которые выполняют нашу судьбу. Они вообще тут ни при чём. Они ничего ни хорошего, ни плохого нам не делают. Они делают только то, что положено делать. Если, допустим, по судьбе положено, чтобы я пострадал, моя жена мне это сделает. Но если она сильно помолится, она может сделать так, чтобы это сделал кто-то другой, а не она. Но это не значит, что она может это отменить. Она может думать, ну не хочу я ему это говорить, что он свинтус, не хочу, пускай он хороший человек, всё. Жена такая, не говорит мужу, что он свинтус. Скажет кто-то другой. Он выйдет на улицу, ему тётка какая-нибудь скажет, это свинтус такой. Но это заслуга жены, понимаете, это не то, что она не сказала, потому что она не должна была это говорить. Она должна была это говорить. Просто она смогла не сказать в этот раз. Но в следующий раз не факт, что она не скажет. её так прижмёт, она скажет всё равно на зло врагу. Поэтому близкие люди, они просто выполняют волю Бога. Понимаете, мы женимся для того, чтобы к нам из счастья и страдания приходило через близких людей в соответствии с нашей судьбой. Мы говорим, я хочу получать всё не просто от дяди Феди, а от своих близких людей, чтобы по-настоящему это прочувствовать. Если близкий скажет человек тебе, ты дурак такой, это ты прочувствуешь в полной степени. Дядя Федя какой-то скажет и не прочувствуешь. Или близкий человек скажет тебе, допустим, ты нечестный человек. Ты прочувствуешь это, дядя Федя скажет, не прочувствуешь. Поэтому люди женятся, чтобы судьба к ним была ближе. Но они как бы женятся-то, думают, что балдёж будет от этого, побольше балдежа. Но в этом заключается хитрость судьбы. Поэтому судьба даёт счастье. От ощущения от близкого человека исходит счастье. Ты смотришь, думаешь, ой, моя судьба пришла. Такая красивая. Я недавно лечил одного святого человека и увидел, как к нему пришла смерть. Он лежал, и она пришла, она была очень красивая, у неё была корона такая большая, глаза я не видел, потому что ведок говорится, если глаза увидишь в смерти, сам помрёшь. Глаза я не видел, глаз не было, видно, но всё лицо было очень красивым, одежды нарядные, и она взяла его за голову, вот так вот, встала рядом за него и взяла за голову. Она холодная по природе, у неё сильный холод от неё шёл, но красивая очень. Прямо загляденье. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем ещё не знаю, вижу в первый раз. Это значит, что будут и страдания, и счастья, понимаете? И то, и другое. Не надо думать, что от этого бывает только счастье. Чем сильнее интенсивнее влюблённость, тем сильнее судьба закрутится, понимаете? Это значит, что большее событие произойдёт в жизни, и плохих, и хороших. Не надо думать, что только хороших. Это полное безумие так думать. Проблема заключается в том, что при влюблённости сначала вся хорошая карма наружу выходит, а только потом плохая. И люди как делают? Они сливки снимают с отношений, хорошая карма проходит, они бросают друг друга и к другим идут. Но хорошая карма уже вышла, поэтому влюблённость будет короче по дистанции. судьба сначала сильно вам плюнет счастье, у неё слюны уже меньше во рту останется, потом вы ещё захотите счастье, она соберёт, фу, ещё плюнет вам счастье, потом третий раз, третий раз ещё меньше, а в четвёртый раз вообще никакого, и всё. На два дня любви и хватит. Понимаете идею или нет? если человек живёт только для того, чтобы сливки снимать с отношений, он хочет наслаждаться отношениями, значит тогда одни страдания от той любви. Понимаете, эта девушка, она пожила с мужем, ну, лет семь, наверное, потому что дочке пять лет, и как где-то, где-то через три-четыре года начинаются страдания, и страдания предназначены, чтобы научиться, для того, чтобы научиться, как жить правильно. Если человек не хочет учиться, он терпит, терпит, терпит эти страдания в отношении с близким человеком и разрушает семью, потом хочет других отношений, чтобы в них было счастье, но он не заслуживает этого счастья, потому что он ничего не сделал для того, чтобы сделать счастливым другого. Поэтому эта девушка должна научиться служить. В этом заключаются ее проблемы. И пока она не раскается в том, что она бросила мужа, до конца не раскается, судьба не даст другому мужчину. Она будет не давать через маму, через папу, через жучку, внучку, детку, репку, через всех, через кого возможно. Если даже ваша мама как бы перетерпит и даст вам возможность пойти на свидание, жучка тоже вас за юбку не укусит, не порвет ее, внучка тоже не заболеет в это время, все как бы будут стараться, чтобы вы пошли на свидание, значит, споткнется и разобьет нос тот, кто пойдет с вами сам на свидание к вам. Судьба, значит, через него будет действовать. А что делать? Все равно надо как-то действовать, правильно? Никто не хочет участвовать в судьбе ни жучка, ни внучка, ни мама, ну, значит, его сейчас мы заставим. Понимаете, все равно судьбу не обманешь. Поэтому не надо лучше даже дергаться в этом плане.